Дороги во дворах разбиты, канализацию прорывают, а качество воды оставляет желать лучшего. Коммунальные службы выполняют свои обязанности, не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Дело труба. Жителям Новомихайловки предлагают пить не воду, а разноцветную жижу. Это фильтр, грубая очистка, он чисто белый, когда его покупаешь. А в итоге это неделя-две. Ошибочка вышла. Дети-сироты из Алтайского села спасаются от наводнений и канализационных прелестей. Тут у меня все было. Я тут слабила, я замазывала, старалась буквально-менее аккуратно. Сил уже нет. Вот как можем, делаем ремонт. От комфортной городской среды не осталась и следа. Жители многоквартирного дома перестали узнавать свой дом после коммунальной аварии. Раскопав, оставили здесь буквально большие кучи грязи и вот такого песка. После чего не провели никаких восстановительных работ. То есть даже временно не засыпали хотя бы гравием. Жители Барнаульского пригорода уже больше 10 лет платят за питьевую воду. Вот только по факту получают техническую, абсолютно непригодную для питья. Всему вино изношенные трубы в поселке. А это фильтр, у нас грубые очистки первые. Он не чисто белый, когда его покупаешь. А в итоге вот это вот прям неделя-две, край. Две тысячи в месяц люди выкидывают на то, чтобы элементарно помыть посуду негрязной водой. Питьевую заказывают. Та, что течет из-под крана, даже после фильтровой очистки, непригодна для питья. Это вот эта вода. Вот эта вода. Видите, как у меня шажки. За такую песочную воду жители платят, как за питьевую. По городскому тарифу 23 рубля за куб. Ну, здесь живем уже 10 лет. Ну, и постоянная проблема с водой. Летом очень слабый напор. Грязная вода. Особенно в вечернее время. Прям как земля. Плюс очень много солей. То есть большая накипь в чайнике и в отопительных приборах. Буквально вот не так давно пришлось котел поменять, потому что теплообменник весь зарос отложениями. Сколько это средств ушло? На котел, за котел мы дали 48 тысяч. Проблему с разноцветной жижей жители Барнаульского пригорода испытывают десятилетиями. Причина – возрастные и изношенные трубы, говорят жители. Наш телеканал неоднократно пытался помочь людям. Освещал ситуацию. Так, после очередного репортажа Барнаульский водоканал пообещал решить проблему. Построить очистные сооружения, но уже прошло полтора года. Ничего не изменилось. Администрация и водоканал не отказываются от своих обязательств. То есть как положено было, так и очистные будут построены. Вода будет доведена до потребителя качественная. Вопрос времени. Но вот два года прошло, мы ничего не видим. Правда, иногда жители видят свет в конце туннеля. Вода, словно хамелеон, меняет цвет и кажется чистой. Вода качество у нас не поменялась. Можно. Так она визуально чистая течет, конечно. Сейчас ее трубы промыли, бочку промыли по нашему обращению. Вот сегодня Роспотребнадзор приезжал, брал пробы воды. Но результат, скорее всего, будет очевидным. То есть по качеству вопросов ни у кого не возникает. Возникает только у нас, у жителей. Ну, могу показать, как техника выглядит. То есть вот такая вот вода. И это то, что остается, так сказать, на поверхности. А то, что скрыто вот в таких баках, откуда мы выгружаем ведрами, то есть вот эту грязь, вот эту жижу, то есть об этом никто не видит. Только мы. Причем жители настаивают не только на постройке очистных сооружений, но и на капитальном ремонте самих труб. У нас одна водопроводная сеть. То есть одна линия, по которой идет вода. Даже при условии, что поставят эти очистные сооружения, все эти изношены. И чистая вода, добытая из скважины, очищенная, она пойдет по этим же трубам. И до конечного потребителя она дойдет уже опять в ненадлежащем качестве. В какие сроки построят очистные сооружения и планируется ли капремонт изношенных сетей в Новомихайловке, мы спрашиваем в официальных запросах у городской администрации Барнаульского водоканала. А между тем, пока одни ждут нормальной, качественной воды, в которой не будут присутствовать примеси вредных веществ, другие просто благодарят ресурсовиков и за ту воду, которая есть. Бесплатный сыр бывает только в Мышеловке. Дети-сироты из Алтайского села, как никто, знают эту поговорку. Им бесплатно предоставили жилье, абсолютно непригодное для проживания. И теперь они уже несколько лет утопают в канализационных отходах. Это по-русски сказать «какашка» со всего дома. Здесь было все полностью затоплено. С работы приезжаешь, вот так воды удесят было, но воду туда не лью, я опасаюсь. Я посуду помыл, чик воду набрал, пошел в унитаз выль в воду. Еще в сентябре прошлого года дети-сироты забили тревогу. Дом, который предоставил региональный жилфонд, тонет в канализации. Материалы для труб, их диаметр и глубину залегания при строительстве выбрали неправильно. Труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров. Несколько раз в месяц жильцы делают генуборку, спасаются от наводнения, латают квартиры. Так в одной уже сгнил пол. Тут у меня все было, я тут славала, я замазывала, старалась буквально менее аккуратно. Сил уже нету. Вот как можем, делаем ремонт. После нашего сентябрьского сюжета о коммунальных бедах жителей ситуацией заинтересовался следком. Следователь говорит, что, ну, обещает, что все будет выполнено. Вот. Грубо говоря, он нас кормит только завтраками, потому что по факту ничего вообще не происходит. Звонили в самбарную ЖКХ, они нам ответили, что, ну, они вообще не собираются, как бы, ничего устранять, никакие свои ошибки. А между тем, специалисты регионального жилищного управления пояснили нам другое. Мол, сейчас идет работа по включению дома в краевую программу капремонта социально значимых объектов на этот год. А также управление готовит иск в суд к застройщику. Прорабатывается вопрос о возможности проведения работ по капитальному ремонту существующих наружных сетей водоотведения канализации за счет средств краевого бюджета. Если суд признает вину застройщика, то с него взыщут деньги на ремонт дома. Тем временем в следкоме нам сообщили, что все еще проводят строительно-техническую экспертизу многоэтажки. Расследование самого дела продлено до середины июня. Вот только отремонтируешь свой двор, сделаешь его комфортным для проживания, как что-то идет не так. Так новенький двор в барнаульском многоэтажке после коммунальной аварии выглядит так, как будто в него попал снаряд. Ямы дыры в асфальте, а в дождь река грязи. По двору многоквартирного дома страшно не только ездить, но и ходить. Ведь пару лет назад двор на Северо-Западной 62 был образцовым. Его отремонтировали в рамках комфортной городской среды. Мы пару лет назад собственниками скинулись на комфортную городскую среду и провели ремонтные работы двора. Восстановили асфальтовое покрытие, сделали тротуары нормальные и детскую площадку. Но этой зимой от былого ремонта не осталось и следа. Этой зимой некие лица с форме тепла, с бытовой компанией проводили земельные работы. И вот раскопав, оставили здесь буквально большие кучи грязи и вот такого песка. После чего не провели никаких восстановительных работ. То есть даже временно не засыпали хотя бы гравием. Машины буксуют, велосипедисты лавируют между выбоинами. В ТСЖ, который обслуживает дом, пояснили, почему пришлось перекопать свежеотремонтированный двор. Зимой был порыв в теплотрассе. Раскопали, и дверь подрядная организация, сетевых компаний должна в июне месяце сделать вот это вот, то, что они на безобразителе. Получается, что залатать дорожные ямы должны до июня. А между тем, недалеко от этого дома имеются и другие недоделки, причем довольно опасные. Рядом с нашим домом мы в ТСК выкапывали трубы и вот эту штуку, то есть это фундамент. Они просто поставили этот щит, и он просто стоит на соплях. Горожане просят городскую администрацию обратить внимание на незавершенные работы ресурсовиков, которые могут угрожать жизни и здоровью людей. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok